всем привет вы находитесь на канале шашки с вами олег сегодня мы с вами рассмотрим несколько до мощных окончаний в русских шашках когда слабейшей стороне мешает своя же собственная шашка шашка предателем можно называть то есть без нее было бы ничья а с ней в итоге проигрыш давайте рассмотрим первое окончание в этом окончании вот если бы этой шашки не было у черных то белые никак не могут поймать дамку черных но они могут сделать несколько ловушек несложных но победить они не могут а вот с этой шашкой белые легко побеждают они зажимают шашки и теперь черные могут ходить только по угловым полям большой дороги потому что если они станут на любое из не бортовых полей центральных белые легко поймают дамку черных черные вынуждены играть на поле h8 теперь белые делают выжидательный ход черные вынуждены опять сюда уходить на бортовое поле белые делают еще один выжидательный ход черные ушли сюда теперь белые занимают бортовое поле и занимают поле h2 то есть черная дамка вынуждены играть на поле h8 и после этого белые ловит черную дамку есть еще одна интересная позиция вот если бы этой шашки не было у черных то было бы ничья а вот с этой шашкой белые побеждают черных ну тут несколько посложнее способ выигрыша но тем не менее он есть белые ставят дамку на поле f4 теперь черные не могут сдвинуть шашку h8 потому что белые сразу же поймают дамку черных видите черные вынуждены играть ну допустим сюда на поле c3 уже играть нельзя так как они попадут в петлю видите а b2 допустим надо играть теперь белые играют на поле c5 черные опять же не могут играть на поле c3 надо играть на поле a1 теперь белые играют на a3 ну вот это поле черные не могут занять потому что белые легко поймают черных то есть пойдут сюда и на любой ход по большой дороге поймают их то есть они до вынуждены играть на поле 1 и белые так сказать выталкивают дамку черных или на поле c3 или на поле d4 ну допустим на поле c3 пойдут теперь белые играют дамкой на поле е7 и что выясняется ну так опять нельзя потому что белые отдадут две дамки и победят черные вынуждены играть на поле g7 потому что если они останутся на большой дороге опять допустим уйдут сюда то белые уже их победят как это произойдет белые жертвуют одну из дамок то есть жертвуют эту дамку черные бьют и нападают этой дамкой с поле a6 теперь уходить по большой дороге нельзя так как белые ловят дамку черных надо играть на поле f8 белые играют на поле a3 то есть дамку черных зажали остается ход только шашкой и тут можно пойти или сюда или сюда или сюда и следующим ходом любой ход черные шашки белые поймают дамку но если сюда пойдут просто побили 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 вот такое интересное окончание его нашел в свое время испанец педро руиз монтера в испанских шашках похоже окончание есть есть еще более интересная и красивая позиция то есть у черных дамка и две шашки две шашки и в данной позиции они владеют большой дорогой в данной позиции они не могут сделать ничего почему белые играют дамкой на поле f4 теперь как играть черным если допустим оставаться на срединных полях как-то допустим сюда на большой дороге на любой ход то белые сыграют hg5 ну допустим пошли сюда hg5 и они грозят в любой момент опять поймать черных то есть допустим на срединные поля уже нельзя уходить надо уходить на а1 теперь белые играют на поле h2 и у черных нет приемлемых ходов то есть на любой из ходов черной дамкой на срединное поле белые ловят дамку так если играют сюда то так ловят а если черные допустим ходят шашкой то белые зажимают дамку черных на большой дороге то есть то есть черные вынуждены отдать шашку белые бьют и все сводится к знакомой уже нам позиции то есть играть так нельзя так как белые поймают дамку черных надо играть дамкой как-то и белые опять займут поле h4 допустим сюда уже опять нельзя в петлю попадают черные надо играть сюда пошли сюда допустим ну куда ну сюда лучше то есть если сюда то сразу уже можно ловить если допустим сюда напали белые а здесь дамка стоит если сюда допустим пошли вытеснили черных на поле c3 или d4 обязательно и уже играем на поле e7 то есть шашкой опять нельзя ходить побили поймали надо играть допустим сюда и белые жертвуют дамку побили напали опять уходить нельзя так как поймают надо уходить на поле f8 зажали дамку пошли сюда пошли сюда на любой ход поймали дамку еще вот их своих шин ну три таких интересных окончания мы сегодня рассмотрели то есть в принципе слабейшей стороне мешает своя же шашка поэтому я назвал это эти три окончания предательской шашкой всем спасибо за внимание с вами был Олег до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч